Радио Болтком Обстоятельные ответы Я могу очень коротко сказать, что... Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Начинается программа «Добро пожаловаться». И жаловаться ваши вопросы, ваши какие-то предложения, ваши сомнения. Направляйте, во-первых, по телефонным номерам. У нас телефоны прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9. А также пишите нам на WhatsApp 2306191. 2306191. Задавайте вопросы. Что вас волнует? Что на душе? Какие, может быть, неясности, связанные с коммунальным хозяйством? На ваши вопросы отвечает председатель правления Центра консультации собственников квартир и председатель Домоуправления БАКа-2 Сергей Сидорко. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Наш уважаемый эксперт, специалист по управлению домами и бывший председатель руководитель, в том числе вот с опытом руководства Рига Снаму Павловне, Ксайбер Гонтарев. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот пока вы собираетесь с духом, с мыслями, с вопросами, я, наверное, начну, может быть, с вопроса, мы затрагивали как-то балконы, что можно делать, что нельзя на балконах. А вот если балконы начинают приходить в ненадлежащее состояние, то есть очень много, ну действительно периодически возникают случаи, когда балконы начинают обрушаться и какие-то элементы конструкции выпадают из балконов и все опаснее и опаснее становятся ими пользоваться. Вот в какой момент, то есть кто следит за состоянием балконов, должен ли это владелец, должен ли это, кто должен ремонтировать балкон, опять-таки за чей счет? Давайте начнем с того, что наблюдать за состоянием балкона должны одновременно обе стороны, и управляющая компания, и владелец. Более того, владелец должен был ухаживать за состоянием балкона, своевременно чистить снег, не загромождать его, не нагружать излишними вещами и не нарушать гидроизоляционный слой, которым был покрытый поверхность балкона. Если это произошло, и вообще очень много балконов от времени, от влаги, начинает разрушаться бетонная конструкция, начинает уже терять прочность металлические ограждающие конструкции. Если признаки такого износа имеются, обязанность управляющей компании вызвать строительного эксперта, который проведет детальный анализ этих конструкций, даст свое заключение, годны эти элементы здания дальнейшей эксплуатации или нет. Так, коротко. А если, значит, мы говорим о том, кто платит, то есть, если это владелец балкона, должен ли сам дом, но вот жильцы всего дома оплачивают этот ремонт? Должны платить за ремонт силовых конструкций, должны платить жильцы всего дома, потому что балкон – это элемент фасада. И неважно, есть он у вас в вашей квартире или нет, но это является элементом общей собственности. То есть, вот, всякого рода улучшения – это за счет жильца, если они допустимы, там, улучшенная гидроизоляция, или, там, иногда начинают кафель там выкладывать, это уже за счет жильца. А сама силовая конструкция – это, несомненно, это элемент фасада, это общая часть собственности, она требует участия всех. Еще раз, вот, возвращаясь к тому, что можно, что нельзя делать на балконе, вот, в частности, сейчас мы сталкиваемся с тем, что, ну, вот, люди начинают задумываться, чтобы что-то выращивать, и, опять-таки, у некоторых нету, там, приусадебных участков, но они пытаются выращивать что-то у себя на дому, там, не знаю, рассаду, в том числе на балконе. Вот какие-то помидорчики, там, не знаю, там, какая-нибудь зелень, что это? Можно ли? То есть, это довольно значительная масса влажного грунта. Давайте, говорит, так, будем рассуждать не помидорчиками, не зеленью, которая ничего не весит. Потому что, чтобы ее вырастить, на балкон нужно натаскать, наверное, ни одно ведро грунта, и нужно поливать его. То есть, это тяжелая, это нагрузка. Особенно, если балкон в изношенном состоянии, то это весьма опасное мероприятие. Во-вторых, на балконах вообще не должно быть ничего. Балкон – это такая площадка, которая должна использоваться для двух целей. Можно выйти полюбоваться на природу, а то не сразу всей семьей. И второе – это, если вдруг случается, не дай бог, пожар, то это место, куда можно высунуться и где можно подышать воздух. Если другие способы для эвакуации здания закрыты. Ну, то есть, вот мы, я думаю, ответили тоже на вопросы, хотя чуть ли не в некоторых журналах там можно найти советы, как выращивать рассаду именно на балконе. То есть, прямо вот чуть ли не рекомендуют людям, а тут выясняется, что это все… Нет, ну, тут с точки зрения рассады, может быть, и хорошо выращивают на балконе. Но предназначен для этого балкон – это другой вопрос. Понятно. Новость, вот, если можно прокомментировать, что с 1 октября может быть повышен налог для даже нескольких тысяч зданий в Латвии до максимальной ставки 3% от кадастровой стоимости. Коснется это зданий, строительство которых начато было до 1 октября 2014 года и которые до сих пор не введены в эксплуатацию. Это не новость. Это не новость, это было принято очень давно. Были даны сроки на то, чтобы сдать в эксплуатацию и, насколько я понимаю, там либо они должны продлить строительное разрешение, либо сдать в эксплуатацию. Понятно. У нас, между тем, есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Очень люблю этого господина, который у вас на интервью сейчас. Но, слушая его, мне все в голову приходит следующее, что мы ждем в каком-то концлагере. Это нельзя, это запрещено. Вот так вообще недопустимо. Блин, а жить-то, жить-то как людям. А вы живите очень спокойно. Возьмите, порвите гидравлические шланги на своих тормозах своей машины и ездите. Ну, вы уж так утрируете, понимаете, я понимаю, что... Я не утрирую, это вы утрируете. Вопрос в том, что я не говорю, что запрещено, что все нельзя. Это мое личное пространство. Если я хочу там что-то выращивать и как-то творить, и что мне приносит удовольствие, то я и буду делать, понимаете. Никто не может мне это запрещать. Ну, я еще раз повторяю, это вам не запрещено до тех пор, пока ваш балкон не рухнет. Вот тогда вы будете отвечать за то, что вы будете. Давайте возьмем статистику. Полтора миллиона живут, ни у кого ничего не рухает и не падает, пока не пришел господин Сидор. Понятно. Согласен. Но если действительно мы все по закону соблюдаем, то тогда, в принципе... Извините, Олег, я отвечу молодому человеку. Вот на Максиме тоже цветочки выращивали. Если кто проманит прозовый туда, там тоже цветочки на крыше выращивают. Ну да. Я просто к тому, что, в принципе, получается иногда абсурдная ситуация. То есть все немножечко люди привыкают к тому, что немножечко можно где-то нарушить. То есть там прикрепить велосипед на лестничной клетке, потому что другого места нет. Там, значит, вырастить рассаду на балконе. Ну то есть получается, что все это как будто бы нарушение, но в то же время, наверное, таких нарушителей, вот если их прошерстить в нашу жизнь, то может оказаться чуть ли не... Едва ли не большинство владельцев квартир. Так оно и есть. Так оно и есть. Если вы пройдете, особенно там, где есть балконы, сколько вы найдете зашитых, ну, застекленных балконов, что категорически не заделать. Сколько вы найдете балконов, которые превращены в склады. Но вопрос же такой, что, ну, не верят люди и не верят. Насколько мне помнится, уже пару раз с балкона люди падали вместе с балкона. Я не говорю, что это будет сегодня или завтра. Я говорю, что это подвергаете вы, подвергаете себя, свою квартиру и себя риску. И это не я придумал, это прописано. И это прописано на основании опыта и анализа тех балконов, которые на сегодняшний день были. А я, кстати, тоже делал такие исследования. Вот часто ли происходит проверка? То есть мы понимаем, что это делать нельзя, но все немножечко нарушают. Вот до какого, когда там, условно говоря, грянет гром? Потому что вот я прекрасно помню, что когда случилось в России пожар в клубе «Хромая лошадь», сразу стали писать о том, что все клубы стали проходить проверку, выяснилось чудовищное количество нарушений, ну, просто потому что пожарным инспекторам давали взятки, и они закрывали глаза на нарушение. Вот то, что мы нарушаем, вот это как часто могут происходить проверки, и как часто могут пострадать люди вот из-за того, что они что-то нарушили? Во-первых, визуальный осмотр здания необходимо проводить два раза в год. Начнем с этого. Этот визуальный осмотр проводится силами специалистов управляющей компании. Если замечаются признаки появления трещин, влаги, ну и прочие признаки неисправности, то приглашается строительный эксперт. И там уже делается заключение. Но это должно быть два раза в год. Но, тем не менее, а какие вот этот молодой человек, который очень бодрый, а какие способы, вот если я вижу, что он использует, грубо говоря, балкон не по назначению, держит горючие смазочные материалы для своего мотоцикла, либо сам мотоцикл, либо еще что-то. Вот какие меры воздействия у меня, как управляющей компании, есть? Никаких. Я могу констатировать, что это нарушение. Все. У нас, между тем, еще один звонок. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Знаете, таких вот, как Сидурка, надо, мне кажется, выгнать куда-нибудь. Он надоел уже. Ему ничего нельзя никогда нигде. Давайте не будем оскорблять все-таки о наших уважаемых государствах. А я не оскорбляю. Нет, вы? Вот таких вот, как он, вот таких полно у нас в государстве, где ничего нельзя, надо жить спокойно. А что вы хотите делать? Вот скажите мне, ладно, я говорю, что нельзя. Вы говорите, что можно что? Да. У нас, между тем, еще один... У нас пожарная безопасность. Еще сразу один звонок. У нас еще правила безопасность. Это можно. Но, люди бога. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Да. Я опять тоже возвращаюсь к этой теме балконов. Ну, опять-таки, нам все нельзя, конечно. Но почему-то, когда, вот, обращаешься в ЖЭК, в домоуправление, там как бы тоже нет помощи. Потому что вот у меня лоджия текет. Как бы ноль вообще, да, результатов. Швы, которые меж... Ну, вот дом этот, да, и швы, которые тоже все текет. И как бы, ну, да, ну, обращаешься, а помощи нету. И только слышишь, что нельзя, то нельзя. А как бы, чтобы помочь, ну, вот, результата нету. Ну, вот так. Ну, наверное, я, может быть, скажу, что если текет лоджия, так как Сергей говорил, это часть основной конструкции, часть фасада, да, и это по закону класситируется как необходимую работу. Их просто нужно фотофиксировать, если домоправ неотзывчивый, просто высылать. Говорит, ребята, вот здесь текет, трещина. Прошу, вот, по возможности быстрее это привести в порядок. Или же я сам там буду это заделывать и потом выставлять вам счет. Потому что по закону у вас вы имеете такое право, если домоправ не реагирует. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Вот, Олег, вы сразу таких грубьянов отключаете, да, это просто какие-то пофигисты, которые в жизни вот так. Вот это мой балкон, моя лоджия, я что хочу, то и делаю, а что для других, это им наплевать. Сергей Сидорко, да и ему, он нуль по сравнению с Сергеем Сидорко. Сергей Сидорко знает законы, да, и эти законы не просто так вот с воздуха. Ну, а нагрубить вот такие, да, среди слушателей, это самое, болтком, уже я помню, с вечернего интерактива, когда можно ведущего разными словами обозвать. Так что сразу их надо отключать. Не хочет, пусть не слушает. Спасибо. Да, спасибо большое за... Ну вот, да, давайте соблюдать все-таки правила приличия и... Может быть, Олег заканчивает тем, так, ну, чем все это чаровато, да, нагромостить балкон и так далее. Ну вот, мы знаем, наверное, все попы, что, да, это часть нашей жилой площади, нам хочется и пользоваться полностью, полноценно. И там настилаются всякого рода материалы сверху, да, с поверхности, на поверхность пола и загромождается постепенно. То есть проблема в чем? В том, что если пошла какая-то трещина, еще какие-то коррозивные уже процессы, вы это просто не заметите вовремя, да, они происходят медленно. Там появилась маленькая трещинка, которая нормальная ситуация. Если бы балкон не был бы загроможден, вы ее бы увидели. Потом что происходит? Весна, осень, зима, попадает влага туда, морозы. Мороз ее разрывает, эту конструкцию, трещина становится больше. И такие постепенные процессы, они происходят. Да бога ради, у меня у самого на лоджии цветы, да, там, я их поливаю, но я слежу за техническим состоянием, я ничто не кладу на пол. Можно на вот эту часть ставить, да, ну, с разумом, все можно сделать с разумом, понимая эти риски, которые вот должен смотреть, следить за техническим состоянием. Ну, вот и все. Ну, там, ну, есть, конечно, мы тоже видели, что мотоциклы хранят на балконе. Ну, ну, это перебор, да, там, выстраивать всякие еще дополнительные конструкции, которые утяжелают балкон, но он не предназначен для этого. Когда он строился, там, не рассчитывалось, выйдут пара людей полюбоваться и зайдут, да, вот и все. Это только, чтобы вот радиослушатели правильно поняли, это чтобы вот возможно было бы следить за техническим состоянием и его дополнительно не отшелять, да. Вот и все. А у нас еще один простой звонок. Еще, минуточку, два слова про балкон и лоджи. Если лоджи – это часть силовой конструкции, и на нее допустимая нагрузка 500 килограмм на квадратный метр, ее можно достаточно интенсивно использовать, то балкон, у него допустимая нагрузка 150 килограмм. То есть вышли два человека, и уже третий может представить опасность. Вот и все. Да, пожалуйста, алло. Здравствуйте. У меня еще, знаете, какой? Не вопрос, а просто заметка. Нам мусоропровода все заварили. Вот эти вот ниши, где идет мусоропровод, люди захватили под свои сарайчики. Вот это можно? Разрешено в общем доме? Спасибо. Сейчас я скажу опять формально, без решения собственников квартиры о том, чтобы поменять использование, ну, там, разрешить использование помещения нельзя. Нужно было провести общее собрание и принять решение о том, каким образом использовать эту общую часть помещения, поскольку она потеряла свою функциональность. Ну, а так просто взяли самозахвату, ну, не знаю. Никого не наказывали. Я не слышал, что наказывали. Насколько это можно, не знаю. 6-7-212-93-9 и 6-7-213-93-9. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Господин Сидорко, вот правильно ли я понимаю, многие путают балкон и лоджия, да? Но лоджия – это ведь часть квартиры, то есть часть площади собственника. И он полностью отвечает за лоджию. А балкон – это часть фасада, то есть это общее для всего дома. Спасибо. Немножко вы неверно трактуете закон, потому что и лоджия, и балкон в своей силовой части, то есть сама плита лоджии, и сама консоль балкона с ограждениями, и плита лоджии с ограждениями – это является общей частью имущества. Хотя вы пользуетесь этой общей частью, она входит в состав вашей квартирной собственности. Для этого надо понимать, что в очень грубом варианте ваша квартирная собственность состоит из внутреннего объема квартиры плюс окна и двери. Вот очень примитивно, там юристы могут сказать, что я что-то не так говорю, но фактически ваша личная собственность – это внутренний объем квартиры, может быть перегородки и окна, и дверь. А все остальное – пол, стены, несущие потолок, лоджия, несущие конструкции ограждений – это все является общей частью имущества. Поэтому и распределяются обязанности о том, о чем вы должны заботиться. Вы должны заботиться о коммуникациях, которые являются отрезками от стояков в вашей квартире, и внутренней отделкой квартиры составляем окон и дверей. Если, не дай бог, что-то касается силовых конструкций, то это уже общие работы, и это за счет общих средств. И там индивидуально ничего делать нельзя. Тут пришел вопрос, спрашивают, ну еще раз, какая нагрузка допустима на лоджию? Я понимаю, что 500 килограмм на метр квадратный это прозвучало. Ну это как в квартире, потому что такая же плита перекрытия. И еще один вопрос, куда высылать фото- и видеофиксацию, если управляющая компания принципиально не реагирует на мелкие, но необходимые ремонты? Амин, к тебе вопрос, куда посылать? Ну, Дом право, если это РНП, на официальный имейл РНП, домашние странички РНП их можно найти. Если человек спрашивает про какую-то твитейскую и арбитражную организацию, то такой нет. Суд на нереагирование, либо сделать самим, зафиксировать дефект, проверить действительно ли это, ну, срочный ремонт, и после этого сделать самим, предъявить счетному управлению. Ну, нам пишут, что мы не в РНП. Там тут же такая пришла пометка. Ну, есть все равно, Дом право, Дом право есть имейл, как обычно, да, если нет имейла, тогда есть почтовый ящик, ну, у вас же на счету видно, кто вас управляет, кто этим домом, да, и тогда к нему и нужно обращаться. Если он не реагирует, ну, мы все знаем процедуру, да, тогда нужно искать того, кто будет на ваши звонки реагировать. Важно в такой ситуации подтверждать письменно, что у вас должно быть письменное подтверждение того, что вы обращались, что вы запрашивали, и страхуйте свое имущество. Если наступает в результате вред, вы можете через страховую компанию предъявить претензию, потому что вред наступил в результате бездействия управляющей компании. Ну, да, с опытом могу рассказать, что страховые компании за это время не научились, выдвигать претензии дальше, да, то есть они вам компенсируют, и потом идет процесс реегресса, и страховая компания уже очень детально разбирается и спрашивает у дома права. И у вас в том числе, а что вы делали, когда вы делали, если у вас такие акты, если у вас такие акты, да, вот у вас клиент послал вам какую-то проблему вот такого-то числа. Что было после этого сделано? Потому что они все эти издержки, которые в случае страховых случаев вам выплачивают, они потом их взыскивают, соответственно, персон. Да, если там в начале, там еще 10 лет обратно, 12, тогда они, скажем так, у них не был такой наработанный опыт, взыск, потом, соответственно, их персон, тогда часто работают, как часы. Они очень быстро начинают процедуры, они уже вникли в коммунальную сферу, знают, какие документы должны быть, в каком периоде, и когда суд им потом подтвердит эти взыски, которые поднимают насчет ответственных персон. Да, то, что здесь процедура отлажена. Действительно, как Сергей говорит, это одно из решений проблем, что фотофиксация четкая, да, там, отсылание или по электронной почте с электронной роспись, чтобы у вас было доказательство, то, что вы это послали официально, да, или на бумаге. Потом это все будет играть не на руку Дому праву, когда они уже будут разбираться с страховой компанией. Так, у нас вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Возможно, не по балконам, но такое вот тоже вопрос. Уданс Абгода и канализация. Получилось счет. У меня Уданс Паттеренч, да, где-то с налогом 5,23. А вот это Уданс Паттеренч, Старпиба, 12,55 с налогом. Счетчик стоит, причем не бывшего потребления, нормальный. Что случилось? Я понимаю, с 1 июня повысились цены, но как может быть потери превышать потребление? Куда обращаться? Мы можете обратиться за разъяснением в управляющую компанию, но эта ситуация не первая. Не вы первая, не в вашем случае. Это первый случай. У меня Дома управления. Я понимаю, но на самом деле, как действует Дома управления? Снимает показания большого счетчика и получает ваши отчеты по вашим квартирным счетчикам. Вот и все. Истинно является показание. Но в чем здесь, как говорится, грубо собака зарыта, что я платил больше, чем потребляю. Во-первых, мы снимаем показания квартирных счетчиков не в одно время. Один на три дня раньше. Нет, до 25 по 28. Вот именно, за 5 дней мы к вам может приехать. Нет, с 25, как сказано, по 28. Я опять повторяю, за 3 дня можно вылить достаточно много воды. Сдать 25 и после этого вылить. А вообще-то, показания в один домового счетчика снимается 31-го. 30-го, 31-го. Вот вам уже 5 дней разница. Это первый раз. Но это первый раз. Я понимаю, что цены повышены. Вы меня спросили, я могу вам ответить только о причинах. Вторая причина – это забывчивость или неточность сдачи показаний, когда жилец пишет, чего-то или ошибается, или еще что-то. Это вторая причина. Либо уменьшает показания. Такое тоже бывает. Ну, я же говорю, забывчивость. Я же не могу сказать, что он сознательно действует. Да, хорошо. И третий параметр – это то, что большинство квартир оснащено так называемыми былочными счетчиками. Мы же, когда меняем или проверяем счетчики, мы что делаем? Берем счетчик, который уже 2-3 раза стоял в свои 4 года, чтобы за 3 евро. У меня такого нет. Я сразу отказалась. Понимаете, я могу сказать, у вас такого нет, а у соседа? А у соседа есть экономия, которая выливается в огромные деньги. Это основные причины. Основные причины. Мы уже проверяли и неоднократно говорили. Для того, чтобы убрать, вернее, свести эту разницу к минимуму, нужно технически оснащать свой дом. Вот и все. Нужно ставить другие счетчики. Технически оснащать свой дом. Хорошо, спасибо. Вот и все. И втором пункте, то, что упоминал Сергей, при заботчивости и неточности считывания показателей, это относится не только на жрецам, но также и к Дому правам. Потому что, если у радиослушательницы в первый раз такая разница появилась, в природе бывает. Так что Дом права не ходит и не снимает показатели каждые месяцы большого счетчика. Это примерно предполагает, ну, сколько там будет общая, чуть-чуть накинем посреднее, и так и будем сдавать Рига Судэнс. Потому что тот же самый РМП, у него очень много домов, и период значения короткий, и бывает так физически, что люди не были и не списывали. Ну, примерно знает, выставляет посредние и сдаёт эти показания Рига Судэнс. Ну, а потом, когда реально спускается, реально списывает, ну, оказалось, что набежало, набежало побольше, да, и тогда эта разница вся, она аккумулируется в один месяц. Тоже может быть одна из причин, то есть, вот при пункте про неточности, она с обоих сторон, и со стороны жителей дома, и со стороны дома, дома права, может быть, да. Есть еще и третья причина, которая, дело в том, что счётчики Рига Судэнс, они имеют тенденции после года эксплуатации начинать торопиться. Такая вещь тоже есть. Особенно, если происходят какие-то загрязнения, ещё что-то, они начинают бежать вперёд. Но это возможно проверить только тогда, когда ты уверен в своей внутренней системе, тогда это можно выявить. То есть, можно посоветовать подождать месяц и посмотреть на следующий счёт. То есть, если это были какие-то, ну, форс-мажорные обстоятельства, то эта разница, ну, будет один раз. Если она повторяется из месяца в месяц, то тогда нужно, ну, стоит задуматься. Олег, я скажу так, если вы хотите вот этой неприятности избегать, то нужно сделать простые вещи. Во-первых, трубы у вас должны быть трубопроводы в доме чистые, и без загрязнений, Второе, вы должны обеспечить снижение показаний счётчика в квартирах и на доме в один момент. И тогда у вас, и счётчики должны быть примерно одного срока эксплуатации и одного типа. Вот тогда у вас эта разница будет составлять ну, 3-5 процентов, может быть, 7 процентов. Но не вот эти раздражающие, когда ты там получаешь очень большую разницу. Вот и всё. Решение давно уже есть, известно, опробовано. спрашивают слушатели, как переписку и отправку фото и видеофиксации через WhatsApp и электронную почту можно доказать в суде. Так же. Так же. Если вы отправляли официальной персоне, которая назначена, является на своей должности, тогда это так же считается в суде, как любые доказательства. Если вы готовитесь к суду, тогда лучше отправляться на официальной имейл-компании и через электронную роспись, что вы это письмо электронно подписали. Это 100 процентов. То есть это даёт... Требуете подтверждения по электронной почте? А кто является этот персоном, на который номер вы отправляли? Ну вот. Так. Официально имейл-компании это официально имейл-компании. А если вот мы говорили о случае, когда даётся через суд страховые компании наказывают дому управления и доказана вина. А не получится ли так, что дом управления вот всю эту сумму нанесённого ущерба просто раскидает и заставит заплатить жильцов? Ну то есть не получится ли так, что жильцы сами себя ещё раз накажут? О, нет. Если это ответственность именно дому права, тогда нужно следить за этим, чтобы именно дом прав так бы не сделал. бывает в природе. Мы видели всякого рода ситуации, когда жильцы к нам обращались по вот таким похожим ситуациям и показывают потом с накопительного фонда дом прав и снял эти деньги. Как? Сами не делали, да? Потому что это не издержка из-за проведения работ. Это как бы штраф, так скажем так, или наказание за непроведённую работу. Их снимать что-то нельзя. Но здесь другая ситуация, что если вас обслуживает бедриба, бедриба, как мы знаем, это не коммерческая организация, это вот товариства жильцов, которые все собрались и сами управляют домом. Да, если там бедриба посчитает, что это как бы общие расходы, она может так поступить и эти издержки как бы покрыть со счётом бедрибы. Потому что они не коммерческая организация, они между собой не начнут разбираться. Вот, Паша, твоя ответственность была, вот покрой сейчас 2,5 тысячи. Да, там, Паш, не знаю, сантехники или кто-то с зарплатой 700 евро, который говорит, не-не-не-не-не, я не буду ничего покрывать. Это вот такие, ну, в природе это, скорее всего, это то, что я видел, ну, всякие и коммерческие организации списывали всякие роды издерж, которых не надо списывать на накопительного фонда, нужно брать на себя. Ну, и также бедрибы, у которых других поступлений денег нет, как жильцов, ну, они покрываются этого счёта, не разбираясь дальше, кто физически был виноват. Ой, ещё один, наверное, уже последний звонок мы примем. Здравствуйте. Не совсем так, я думаю, господин Гедышев, потому что в счёте за обслуживание дома, который по итогам года выставляется, есть так называемые юридические услуги. И вот у нас в доме был такой случай, что сосулька падала с крыши дома, человек очень долго доказывал вину домоуправления, потом через суд всё-таки с домоуправления востребовал востребовал эту сумму, а неожиданно в этом году почти ровно на эту сумму выросли юридические расходы по обслуживанию этого дома. Вот так. Так что персонально в домоуправлении, к сожалению, вот вы, я думаю, не знаю, можете привести или нет, такие случаи, чтобы кто-то персонально пострадал, ну, был наказан за вот такие вещи. В принципе, я бы сказал так, там последовательность чуть-чуть другая. Там последовательность сначала наказывается управляющая компания, либо управляет физическое лицо, которое считается взялась на себя функцией управления. Наказывается именно это лицо, с него требуют деньги. Ну, если мы говорим, что всё нормально, значит, на самом деле должны быть заплачены с прибыли компании. Управляющие компании, кооперативы и все являются коммерсантами. Беды, если это Бедвиб, это тоже за счёт Светсбедвиба, там уже не важно, какие, там за счёт Светсбедвиба. Но дальше уже и самоуправляющая компания, и, скажем там, собрание кооператива или собрание Бедвиба может оценить, были ли эти действия со стороны уже какой-то одной ответственной персоной, ну, скажем, или бездействия, были преднамеренными, из-за этого всё случилось, то есть они нарушили внутреннее положение, в этом случае можно регрессом обратиться уже к конкретной персоне через суд, чтобы востребовать эти деньги. Насчёт того, что у вас возросли юридические услуги, ну, я бы сказал так, что рано или поздно все те потери, которые управляющая компания несёт, она должна будет восполнить её, за счёт кого она может восполнить. Либо за счёт регресса, если она сможет доказать, что там правление что-то не сделало, либо за счёт повышения цены. Ну, вот тут прямо пришло тоже сообщение, управляющая компания собирает деньги на ремонт, присваивает себе, а ремонт не проводит, и ничего нельзя доказать. такое, в принципе, возможно? Ну, надо смотреть, ну, что значит нельзя доказать. Если деньги взяты, то должны быть оправдательные документы, куда эти деньги ушли. Ну, это же не может быть так. Деньги же это такая вещь, которая, ну, не испаряется просто, вот и всё, и нету, да, и дождик выпадает в другом месте. Они, значит, могут здесь приподняться, перелететь куда-то, но это всё следы, поэтому так не может быть. Второе дело, которое я скажу, есть ещё вопрос такой, что есть учётные деньги, а есть реальные физические деньги. Если на вашем доме большие долги, то у вас могут числиться большие накопительные средства, и эти средства считаются никуда не пропали, но они физически могут не быть, потому что эти физические деньги были использованы там не за счёт этого не были погашены долги, но были оплачены текущие счета по другим более важным позициям. Это возможно, но на самом деле опять-таки мы возвращаемся к тому, вот управляющая компания не делает то, 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 кому можно пожаловаться. Нету институции, в которые вы можете пожаловаться. Вы не можете прийти куда-нибудь в полицию или в какое-то министерство и сказать, вот я, вот они у меня взяли деньги, ремонты не делают, а там ничего добиться нельзя. Но нет у нас такой институции в государстве. Что в этом случае нужно запрашивать у них, если нет, ну, мы уже сто раз говорили. Вы же не пойдёте в тот магазин, где вам три раза отвалили гнилой колпы картошки. Ну, вот наверняка четвёртый раз не пойдёте. Ну, вот тут спрашивают, ну, опять-таки, у нас очень мало времени, наверное, тут на следующую можно перенести программу. Какие формы управляющих компаний вообще существуют? То есть, ну, вот прозвучало, что бедри бы, может быть, или управляющие... Любое предпринимательское общество. Кооператив и любое предпринимательское общество, это всё, и физическое лицо тоже может быть управляющие. То есть, здесь, в принципе, разные могут быть формы управления. Это... Здесь важно, чтобы это лицо, которое берётся, юридическое или физическое, берётся за управление, чтобы оно соответствовало требованиям закона об управлении жилыми домами по квалификации и по возможности. Ну, что ж, я вижу, что у нас действительно время закончилось. Большое спасибо нашим экспертам, Сергей Сидорко и Айвер Гонтарев отвечали на ваши вопросы. До следующего понедельника. Всего доброго. До свидания. Радио Болткома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова